добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы сегодня глава амор есть у нас заповедь о принесении амера говорит что во второй день праздника мацот праздника пресноков мы должны выполнить заповедь вознесения амера и с этого дня мы будем отсчитывать 49 дней 7 недель которые будут полные и после этого начнется праздник шавуот праздник первинок урожая мы должны во второй день песоха это получается с 15 на 16 не сана в ночь выйти на поле найти речми заранее уже завязанной пучки идеально для этого подготовленный приходит много людей приходят коины и задают народу вопрос о заповеди амера мы говорим вот это ячмень который мы должны срезать чтобы выполнить заповедь весь народ говорит да еще раз говорят мудрецы народ опять отвечает да еще раз все да и и если этот день совпадает с субботой мудрецы говорят сегодня суббота говорит да срезаем амер в субботу да и так три раза повторять что невзирая что это суббота мы должны срезать этот ячмень и все вопросы которые задают мудрецы все свидетели должны отвечать по три раза чтобы заповедь четко была выполнена потому что вообще в праздники такие как песок вообще мы не работаем в поле и не собираем никакой урожай а тут мало того что это песок и может быть это год шмиты может быть это юбилейный год когда нам вообще нельзя ничего не сеять не жать как и вот шмиты в седьмой год или 50-й год юбилейный нам нельзя ничего не засевать не сжинать и в субботу вообще мы не можем такую работу выполнить как же в такой ситуации быть невзирая ни на что мудрецы говорят это прямое повеление торы но где же взять год шмиты участок сеть в меню значит его надо засеять а мы не можем не сеять не обрабатывать землю в год шмиты и в юбилейный год мудрецы говорят раз есть повеление торы значит мы обязаны именно для этой заповеди небольшой участок засеять ячменем то есть здесь прямое повеление торы которая говорит то что мы обязаны это делать невзирая что это что это юбилейный год субботний мы это выполняем поэтому есть такие законы которые стоят прямым указанием всевышнего и на обычные законные не похожи и мы все выполняем берем этот мир мы взмахиваем это мудрецы знает как это делается и после этого обмолачивает этот ячмень его срезает больше потому что нужно всего небольшое количество муки чтобы заповедь выполнить после того как обжарили зерна обмололи и сделали тончайшую муку много раз просеяли после этого уже разрешается есть ячмень нового урожая вот со второго дня праздником отцов мы имеем право уже употреблять новый урожай до этого мы едим только старого урожая ячмень вот так или животным да ему только сооружа с этого не такая важная заповедь амер не очень конечно все понятно в этом деле почему что но всевышний так сказал насчет и это необходимость может что-то выше нашего понимания но мы главное мы должны выполнять и на сегодняшний день мы отсчитываем со второго дня праздником отцов мы отсчитываем каждый день не недели отсчитываем и когда исполнится семь недель полных когда сорок девятый день это конец седьмой недели закончится на небе выйдут звезды только тогда наступает праздник шавот вот так до этого его на себя как шаббат раньше принять невозможно вот когда звезды будут только тогда все будет 10 вечера в 11 сколько будут звезды все тогда и начнется праздник шавот вот так и мы в праздник шавот учим тору и мы не спим в эту ночь потому что мы проспали когда всевышний нам дарил тору хореве на горе синай и звук шафара нас разбудил и теперь мы стараемся в эту ночь не спать и учить тору и получаем за это благословение вот так вот а на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за падение души мойша бен давид барта бат исраиль памяти павел бен ефим якоб бен ахугл ербен григорий за здоровье давид бен стела светлана бат клара шолом йона бен сара игорь бен кира шумон бен исхак и на бат мира борис бен мария мойше бен маня а на бат ривка рахель бат лилия полина первым от соня сура лена батлара стела баттейла жэй бат ида и на батдора анна батире на стеслав бен рахель и фильм бен эстер двора батрия моисей бен ева и на бат двора и оси бен раиса и на сад мэй и геймин барт и лима кита фирма от она геннадий вен елена елена бат и несо маза братца сгула ирина батри арон и ременури ольга бат светлана йосиф дам бен цара тани бот фрида и до ботрево вадим бен татьяна юлия бот бела яков йосиф бен рахель шимон бен бира файга бот берт а ася бот года марк бенина и работа вера беремен клара рафаэль бен клара хана сыпора бацара и до михая а вива ефимин сони мая бот фаина алексей бен ольга клара бот броня гая бацарит мазма асас гулара говорили так за хороший дух ароны рябин двора дизбина хум обигарь бацара хана бата врагам рафаэль арилы бен лариса галия бот гидалия параса и брюк ланира бен рая анна бат александра марина матрая бориса марина алексей бен наталья всего хорошего реку марченко всем браха парнасакова нам мазал то что мы это время не грешили учили тору всем желаю крепчайшего здоровья и пусть срочно закончится и страшная война и до следующих встреч надеюсь состоится завтра в 10.40 шалом